Суббота на часах 19.00. Это значит, пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Мастера на все руки в Беларуси отмечают День строителя. Музей под открытым небом. Еврейская община презентовала новую архитектурную жемчужину Бобруйска. Безвыходных ситуаций нет. Расскажем, как решить наболевшую проблему. День знаний в комфорте и безопасности. Бобруйские школы проверяют к новому учебному году. Из леса в свет. 16-й международный пленэр по керамике Арджижель завершился выставкой искусства живого огня. Самое мирное и почетное. 11 августа строители всего постсоветского пространства отмечают свой праздник. Поздравления получают все, кто связан с этой интересной, нелегкой и даже опасной профессией. Нынешнее поколение белорусских строителей вносит значимый вклад в решение важнейших государственных задач. Сохраняет и приумножает лучшие традиции своих предшественников. Внедряя самые передовые технологии, разработки и конструкторские решения. Благодаря строителям преображаются города и села. Районы, кварталы, жилые массивы. Чем еще прирастет Бобруйск в ближайшее время и что это за призвание такое строить? История в квадратных метрах и лицах. Прямо сейчас. Десятки строительных организаций Бобруйска и тысячи рабочих рук. Это большая команда, которая создает города и дороги по всей Беларуси и за ее пределами. Закладывают фундамент и сооружают новые очертания населенных пунктов. За шесть месяцев, 2019-го, возведено семь многоквартирных домов. Это без малого 30 тысяч квадратов. Построить объект, не поле перейти, но и проектировка сооружений – нелегкий труд. Это работа во власти Бобруйск проекта. Увеличение продолжительности улицы Гагариной, застройка черепичного района и тысячи квадратных метров жилья – это лишь малая часть вопросов, которыми сегодня занимается предприятие. Занимается проектированием жилых, производственных, административных, ну и других зданий. В принципе, в основном сегодня у нас идет в основном жилье. Вот, мы выполняем жилищную программу города Бобруйска. Погода этим людям не помеха. Строители МДСК опережают график реконструкции самого значимого социального объекта – Бобруйской городской детской больницы. Сегодня здесь есть чем похвастаться. Уже заменена кровля, демонтированы оконные блоки, благоустраивается прилегающая территория. Среди 70 тружеников, которые стараются завершить работу как можно раньше – Дмитрий Казаков. За 42 года в профессии мужчина стал настоящим профессионалом своего дела. Ведь за спиной более сотни возведенных объектов и не один десяток обученных молодых ребят. Как-то попал случайно на стройку, посмотрел, понравилось. Пошел в училище, закончил. Ну, так и остался. Бригада Дмитрия занимается отделочными работами. Шпаклевка, грунтовка, покраска стен и потолков, фронт строительных задач. Но что самое удивительное, под руководством бригадира трудится 16 представительниц прекрасного пола. Мужчин не хватает, конечно. Женщинам тяжело. Но работают, молодцы, стараются. Тех, кто вкладывает в строительство не только знания, но и душу, накануне собрали в областном театре имени Дунина Марцинкевича. Дресс-код, нерабочая форма и каска, отделовые костюмы и вечерние платья. Слесари, ремонтники, начальники, мастера, бригадиры, инженеры, плотники и каменщики, десятки представителей строительной индустрии по случаю торжества получили заслуженные награды. Монтажники, плотники, руководители организации, их бухгалтеры и юристы, ответственные и преданные. Эти люди ежедневно трудятся, чтобы каждый бобручанин мог ездить, учиться, работать и жить комфортно. Сегодня на месте полей старых бараков вырастают современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, энергоэффективные конструкции, улучшенные планировки и новый подход к организации дворовых территорий. Все это создается руками бобруйских строителей. В их честь звучат все поздравления. Я хочу все-таки пожелать вам побольше портфелей заказов, побольше хорошего настроения, потому что когда с хорошим настроением вы приходите на работу, вы создаете тот шедевр, который в конечном итоге мы вместе с вами видим в городе. С праздником вас, успехов вам, новых творений и дай бог вам хорошего праздничного настроения. Белорусские строители выполняют свою великую миссию. Возводят дома, застраивают микрорайоны, реконструируют исторические центры и создают целые архитектурные ансамбли. Осваивают новые высоты и высотки, новые технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Максим Кембель, Максим Галенка. Итоги недели. Начало еврейской истории на новый лад. В Бобруйске появилась новая архитектурная жемчужина. На месте молитвенного дома для извозчиков Балагул спустя 129 лет появился еврейский дворик. В день открытия уникального музея под открытым небом перекресток улиц Чингарской социалистической стал местом притяжения сотен бобручан и нескольких десятков иностранных гостей. О том, как это было, Ангелина Дикон. Устами младенца или взрослой мечтой раввина. Когда я была маленькой с моим братом Зеликом, тогда мы, когда были возле этого, мы через вторую сторону ходили и говорили маме, когда мы будем большие, мы всегда это будем строить. Бобруйск, 4 августа 2019. Теперь эта дата станет одной из самых памятных в современной истории города. На всеми любимой улице для променадов в социалистической появился национальный еврейский дворик. Раз, два, три, три, два. Есть в городе такой дворик, где можно прикоснуться к истории, вспомнить эту историю, ну и, конечно, где-то немножко поностальгировать. Идейный вдохновитель проекта – бобруйский раввин Шауль Хабаба. Именно он несколько лет назад загорелся идеей подарить горожанам уникальное место для отдыха с национальным еврейским колоритом. Дворик, который открыт для всех и все время. Здесь практически кроме ночной времени постоянно он будет открыт. Даст возможность людям ознакомиться с тех картинками, которые рассказывает каждый из этого картинка эпизода в еврейской жизни. В день открытия географию гостей можно было сравнить с фестивальными днями венка дружбы. В списках Израиль, Англия, США и Беларусь. Но приезжие – не иностранцы, по поручению без пометки бывшие. Все они активно помогали возрождать еврейское прошлое на малой родине. С 79-го года уехал с города Бобруйска, думал, захлопнул в вере. Оказалось, что нет, не захлопнул. Ну, прошло лет 10-12, вернулся почти каждый год здесь. Иногда два раза в году. Кладбище – основная причина моего приезда в Бобруйск. Ну, сегодня у нас праздник. Огромное спасибо людям, которые организаторы этого дела. Дима Голан, Ген Рабкин, Феликс из Лос-Анджелеса. Люди, которые душу вложили сюда. Юлия Айзенберг прилетела из Лондона специально на открытие памятного места. Генеральный директор фонда мира имени известного бобруйчанина Мейра Зеллингера уверена, Бобруйску необходимо всеми возможными способами возвращать в былую славу еврейского города. Город Бобруйск – это нечто особенное, наверное, на этой земле. И поэтому мы всегда очень рады поддержать Шауля и как-то помочь действительно сделать этот город еще лучше. Еврейский дворик – это лишь начало большой истории и целого комплекса архитектурных сооружений и проектов. Шауль и его семья надеются, что в скором будущем на этом месте все же появится музей под открытым небом, который будет выполнять сразу две функции – молебного дома для иудеев и место отдыха для горожан и туристов. Но даже тем, что есть сегодня, гости приятно впечатлены. Еврейская жизнь возрождается. Это говорит о том, что евреи в Беларуси есть не только в прошлом, а есть тоже большое-большое будущее с Божьей помощью. В ближайшем будущем в Бобруйске появится целый еврейский квартал. Планируют создать его вблизи памятника Бобру. Мы в какой-то степени еврейский город. И у нас должна быть история, но нашей истории нет. И вот то, что мы сегодня видим – это начало той истории, которую мы, я считаю, начинаем делать именно в городе. Это создание и идея создания именно еврейского дворика, да, она уже у нас не только витает, но она у нас уже положена на бумагу. У нас есть даже архитектурный такой интересный проект, который не только раскрывает еврейские черты, но и именно раскрывает жизнь евреев, которая была. Бобруйчане таким подарком благодарны и готовы принимать активное участие в реализации подобных идей в будущем. А пока они с удовольствием открывают для себя родной город с новой стороны. Бобруйск – это гордость еврейской души. Второй такой город. Нигде не найти. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. ЖКУ в мобильном. Приложение 115.бел предложит пользователю функцию по адресной рассылке. Медицинские инновации. Врачи общей практики смогут делать больше обследований. И проваза скорость. Электросамокаты могут приравнять к мопедам или мотоциклам. Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. В Беларуси вступает в силу закон по вопросам службы в армии. С этого дня отсрочкой для продолжения образования можно воспользоваться только один раз. Однако изменения не коснутся тех, кто поступил в этом году. Зачисленным нужно быть до 10 августа. Если не получилось попасть в ВУЗ во время нынешней кампании, после службы сделать это будет проще. Преференции для исполнивших воинский долг уже разрабатываются. Кроме того, в ряде вузов в Беларуси студенты смогут проходить во время учебы подготовку на военной кафедре и получить звание лейтенанта запаса. Врачам общей практики могут предоставить возможность самостоятельно делать УЗИ-диагностику, сообщает Минздрав. Для этих целей будут применять портативные УЗИ-аппараты. Как отметили в ведомстве, мощности переносного устройства для первичного осмотра вполне достаточно. Врачи общей практики смогут проводить ультразвуковое исследование брюшной полости, лимфатических узлов и щитовидной железы. Кроме того, право осуществлять УЗИ-диагностику получат акушер-гинеколог, кардиолог и эндокринолог. Практикующие врачи в рамках нововведений пройдут переподготовку, а будущих специалистов необходимым навыкам обучат уже в ВУЗе. В преддверии нового отопительного сезона приложение 115.бел предложит пользователям функцию по адресной рассылке уведомлений о плановых и аварийных отключениях тепла, вода, электроснабжения и других жилищно-коммунальных услуг. Новый проект будет отличаться не только расширенной зоной действия, но и усовершенствованным функционалом. Чтобы получать уведомления обо всех отключениях ЖКУ, пользователь должен будет оставлять заявки при помощи мобильного устройства. К тому же вся информация будет отражаться на карте района, города или всей республики. Обновления будут доступны уже осенью этого года. В Беларуси готовятся изменения в законодательстве, которые будут регламентировать правила пользования электросамокатами. Уже в ближайшее время они вступят в силу, сообщил официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей. Планируется, что пользователи устройств, которые развивают скорость до 25 км в час, будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства с электродвигателями уже будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр, страховка. Ранее в Минске радар зарегистрировал случай, когда пользователь электросамоката развил скорость более 60 км в час. Иностранцы смогут находиться в Беларуси без визы до 15 дней. Нововведения коснутся туристических групп в особой турзоне страны. В западных областях Беларуси саму территорию, свободную от виз, расширят. В нее включат еще пять районов Гродненской области. Пересечение границы тоже упростится. Появилась возможность въезда через два дополнительных пункта пропуска – Бенякони и Берестовица. Новые правила вступят в силу через три месяца после официального опубликования документа. При этом без виз на 30 суток через пункт пропуска в национальном аэропорту Минск будет действовать и дальше. Проблемы с канализацией, сыростью в квартирах и капитальным ремонтом. Вопросы благоустройства и строительства, споры и конфликты между соседями. Наш телеканал неоднократно разбирался с самыми разными ситуациями. Редактор субтитров А.Семкин Журналистика действенна. Работник СМИ, сталкиваясь с социально значимыми вопросами, горожан старается изменить ситуацию и разобраться. Когда появляется репортер с видеокамерой, микрофоном или ручкой и блокнотом, ситуация разворачивается по-другому. И материал о том, что в каком-то дворе не убрали снег или, например, не золотали ямы на дорогах, может как-то изменить картину. В своей работе мы беспристрастны. Неразрешимых ситуаций нет, но в каждой есть свой порядок. Элементарно. Обращение в компетентные органы. Не только устные, но и письменные, где человек может подтвердить, что он пытался решить свой вопрос. Задача журналиста – освещать значимые события, происходящие в городе. Но фразы «журналисты должны и обязаны решать проблему общества» некорректны и ошибочны. Нет, ничего никому они не должны. Они делают свою работу, исходя из целей и интересов организации. Да и проблемы у общества зачастую такие, которые можно решить не через журналистов, а, например, через управляющую компанию, властные структуры и различные фонды. Все это я к чему. На наш телеканал обратилась жительница одного из домов Наркосовского. Женщина была недовольна запахом из канализации и бездействием со стороны ЖЭО. Бобручанка жаловалась на соседей, которые выбрасывают мусор из окон, отсутствие лавочек на крыльце и работу дворников-сантехников. Точка кипения пенсионерки, живущей на первом этаже, стала зловония из подвала. И вот я дышу этим, и звоню им. Записали, записали, и никто не идет, и никто не чистит. Я говорю, первые годы, когда было новое оборудование, и тоже забивались трубы. Так, бывало, позвонишь, и на завтра, или на этот день придут и почистят. А теперь, тут я пацана одного послала, он говорит, вот так вот, месиво такое там, из унитазов с этих все, и коты дохлые, и все. И вот это вонь. Женщина обратилась в ЖЭО и не дождалась незамедлительной реакции. То ли работники дома управления что-то перепутали, то ли хозяйки во время визита специалистов не было дома. В итоге, со слов пенсионерки, в обещанное время к ней так и не пришли. Пенсионерка, долго не думая, написала письмо в администрацию президента. Как выяснилось позже, своим правом женщина воспользовалась не впервые. Ее вопрос решился. Канализацию женщине прочистили, из подвала нечистоты убрали, и обещали провести дезинфекции. Но проблема решилась на месте. Когда поступило обращение, по данным вопросам на место, по данным адресу выходил мастер, главный инженер. Там было выявлено незначительный течь трубопровод. Которое было устранено в кратчайшие сроки, буквально в течение пары дней. Незначительная течь вода, она и дает вот этот запах. После высыхания оно все исчезнет. Как выяснилось, обращения женщины в ЖЭУ были устными. Проверить это мы не можем. Но на вопрос, почему она не обратилась в городские структуры письменно, пенсионерка ответила. Ой, бесполезно. Они такие вот, ну никакие. Это работники домоуправления, это просто бездельники. Ходят на работу, чтобы получить деньги. Я посмотрю на дворников и такое начальство. Выводы в этом случае сделает каждый сам. Но в любой ситуации выход есть. Но выход этот нужно искать на местах. Обратиться в ЖЭУ, написать заявление, оставить запрос в службу 115, позвонить на горячую линию или подать бумагу в одно окно. В исключительном случае прийти на прием. Что касается пенсионерки, живущей в одном из домов Наркосовского, ее проблема решена. Ну сейчас вы довольны. У вас все хорошо. Да, слава богу. Осталось написать, поблагодарить. Как поступить, если столкнулся с проблемой? Что нужно сделать, чтобы быть услышанным? И какие жалобы самые популярные в городе? Все эти вопросы мы задали начальнику управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Ольге Сахно. Ольга Анатольевна, те обращения, которые поступают в исполком, администрации города, вот с чем они связаны, как правило? Ну, обращения, которые поступают в горы, в исполком и в администрации районов, они, в принципе, идентичны, за исключением отдельных особенностей. О них я чуть позже расскажу. Но в целом это вся наша с вами жизнь. Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, то, что нас окружает. Это наш дом, двор, в котором мы выходим каждый день из подъезда, дорога, по которой мы идем или едем, торговые объекты, в которые мы заходим после работы. Ну и все, что связано с нашей каждодневной жизнью, это все проблемы и чаяния наших горожан. Мы это все читаем и видим в письмах, которые приходят к нам. В целом сказать, что жители каких-то районов по каким-то вопросам обращаются чаще, больше, ну, в целом к нам идет одинаковое количество почты из того и из другого района. Но если в цифрах, то можно сравнить, конечно, нам в первом полугодии 19-го года поступило 1105 обращений. Всего? Всего, да. А в администрацию Ленинского района 159, в администрацию Первомайского района 83. То есть мы видим, какая разница, и основной массив почты идет, конечно, к нам. Но это обусловлено тем, что структурное подразделение городсполкома, которое есть у нас, их нет в администрациях районов. Поэтому зачастую те задачи, которые должны решаться, должны решаться нами. Все-таки львиная доля, наверное, коммунальных обращений. Да, 53% от общего количества обращений заставляют обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. И эта тенденция сохраняется на протяжении многих-многих лет. На что жалуются граждане, что их не устраивает? Конечно, большинство обращений связано непосредственно с тем местом, где живут люди. Это, как я уже сказала, дом, подъезд, дворовая территория. Какая-то, ну скажем, не совсем оперативная, либо некачественная работа коммунальных предприятий часто является причиной обращения к нам, городсполком. Получается, что ЖЭУ не хотят реагировать как-то? Или в чем причина? Здесь ряд причин. Есть объективные причины, по которым ЖЭУ не всегда может провести те работы, которые требуют граждане. Либо недостаток финансирования, либо недостаток специалистов. Ну, это уже руководители коммунальных предприятий определяют сами, где какой упор в работе, на что сделать. Но есть и субъективные причины, когда просьбы граждан игнорируются. Ведь чаще всего обижают человека, когда отсутствует обратная связь, когда он понимает, что отклика на его обращение нет. И особенно это остро чувствуется у граждан, конечно, пожилого возраста. Им не хватает внимания, не хватает внимания в каждодневной жизни. И я так думаю, что отсутствие реагирования со стороны коммунальных служб, либо каких-то организаций, учреждений, конечно, болезненно сказывается на них. И они пишут письма и к нам, и в том числе и вашей стоящей организации. Если человек столкнулся с какой-либо проблемой, какой алгоритм существует? Вот что нужно делать? Писать, ходить в ЖЭУ, звонить, обращаться? Ну вот как? Еще в 2007 году указом президента 498 утвержден перечень организаций, учреждений, в компетенцию которых входит первоначальное рассмотрение обращений. И в принципе алгоритм какой? Если мы говорим вот о коммунальной тематике, и у, например, у жителя того или иного дома возник вопрос, возникла необходимость решить какой-то коммунальный вопрос. Безусловно, надо понимать, что это. Это некачественно оказанная услуга. Это будет один алгоритм решения вопроса. Если это просто необходимость провести ремонт в подъезде, либо ремонт при домовой территории, это будет несколько другой алгоритм вопроса. Но в целом я бы рекомендовала гражданам, конечно, первоначально обращаться по месту жительства. Если там мер реагирования не принято, то в таком случае есть коммунальное предприятие на территории района, например, БУКПЖФ Ленинского и Первомайского районов. Есть смысл обратиться туда, потому что мы работаем плотно с руководителями данных предприятий, и мы знаем, что они заинтересованы в том, чтобы ЖЭУ выполняли свои функции, и заинтересованы в качественном рассмотрении обращений, заявок граждан. Но если уже вопрос не решается, либо граждане считают, что не решается их вопрос так, как бы им хотелось, в принципе, в горосполком всегда можно подать заявление. Сотрудники нашего управления заинтересованы в том, чтобы обращение было рассмотрено полно компетентными службами. В общем, мы делаем все для того, чтобы решить проблему. А в какие сроки должна быть реакция? По действующему законодательству обращение, которое не требует каких-то работ, проведения, не требует выезда на место. Просто, скажем так, ответ разъяснительного характера должен быть на это обращение. 15-дневный срок оно рассматривается. Если же необходимо, как я уже сказала, проведение каких-то работ, либо направление каких-то запросов, то в таком случае срок у нас продлевается до 30 дней. А стоит ли прыгать, как говорится, через голову и писать письмо президенту сразу? Если ты обратился, тебя где-то не услышали, надо это делать? Наши граждане имеют право обратиться в любой государственный орган. И, в принципе, хорошо, что это право есть, и хорошо, что оно гарантировано, в том числе и Конституции. Но я рекомендую все-таки решать проблемы там, где ты живешь. У нас в городе есть и силы, и возможности, и специалисты, которые могут решить все те вопросы, по которым граждане обращаются, даже вышестоящие органы. Иногда проблемы, конечно, выходят за рамки решения вопросов в соответствии с законодательством об обращении граждан, о котором я сказала. И тогда здесь уже, конечно, вопросы должны решаться в другой плоскости. Это в другом правовом поле, скажем так. Это судебные вопросы, вопросы обжалования каких-то решений, еще что-то. Ольга Анатольевна, есть ли у нас в Бобруйске профессиональные жалобщики? Есть. И не только в Бобруйске, но в Бобруйске они тоже есть. Люди обращаются по тем вопросам, которые их волнуют, но когда этих обращений очень-очень много, реакция на них не всегда та, которую человек ожидает. Например, у нас есть такой явный пример, когда 53 обращения от одного человека мы получили в течение полугодия. Это много? Это очень много, это большая цифра, но они все рассмотрены, по каждому направлены ответы заявителям. Конечно, часть обращений, которые поступают даже от профессиональных жалобщиков, это как сигнал нам, сигнал для принятия каких-то мер реагирования и для анализа. То есть почему люди пишут? Вы знаете, опыт моей работы за столько лет показывает, что чаще всего граждане, которые обращаются часто в государственную структуру куда-то, они пытаются привлечь внимание к проблемам, которые их волнуют. И зачастую это связано даже с вопросами, может быть, какого-то такого социального одиночества. То есть они обсудить эти проблемы ни с кем больше не могут. И мы выступаем таким каналом связи, что ли, для них. Достучаться, обратить на себя внимание. И это понятно, это объяснимо. И поверьте, мы к этому относимся с пониманием. Ольга Анатольевна, а сколько в отделе по обращениям граждан работает человек всего? В нашем управлении работает 9 человек. Из них 5 человек – это служба одно окно. И 4 человека, включая меня, мы непосредственно работаем с обращениями граждан и юридических лиц. Сталкиваетесь с негативом или нет? Безусловно, сталкиваемся. И мои сотрудники, когда они снимают трубку телефона, а телефон нашего отдела – это горячая линия горосполкома, зачастую испытывают на себе весь гнев граждан по поводу той или иной ситуации. В связи с этим, пользуясь случаем, мне бы хотелось обратить все-таки внимание наших горожан на то, что сотрудники нашего управления заинтересованы как раз-таки в том, чтобы решить проблему. Мы заинтересованы. И мне бы очень не хотелось, чтобы негативная реакция на какую-то службу стала причиной конфликта заявителя с нашими сотрудниками. Хотя сразу скажу, что конфликтных ситуаций практически не возникает никогда. Вообще вопрос уважения друг к другу, культуры общения, культуры коммуникации, я бы сказала, он очень остро стоит на сегодняшний день. И, в принципе, анализируя те обращения, которые к нам поступают, я понимаю, что многие из них спровоцированы именно тем, что жители нашего города не всегда понимают, как нужно взаимодействовать друг с другом. Вот сейчас затронули тему воспитания. Мне бы хотелось обратить внимание, и наших граждан в том числе, на проблемы экологического воспитания нашего с вами, наших детей. Потому что, когда мы говорим о чистом городе, о том, что нам хочется иметь чистый подъезд, чистый двор, чистый город, надо начать с себя. В первую очередь начать с себя. Как мы выбрасываем мусор, как мы поднимаем выпавшую из нашего кармана бумажку, как мы реагируем на то, как наши дети себя ведут в этом плане. Вы снимаете ролики про субботники, как проходят, да, и как наведение порядка на земле у нас в городе. И вы посмотрите, какие горы мусора волонтеры, наши работники предприятия, работники горы с полкомом, мы регулярно участвуем в этих субботниках, горы мусора мы выносим с каких-то территорий, городских территорий. Они не... Этот мусор не появился просто так. Это сделали люди. И когда просят, например, навести порядок в частном секторе, у меня это всегда вызывает немножко изумление, потому что... Ну, это там, где живут люди. Навести порядок возле себя, это не так сложно на самом деле. Если хочешь жить в Европе, да, начни с себя. Начни с себя, безусловно. Большое спасибо за интервью. Наивысший уровень тревоги. Супер-тайфун Ли Кима обрушился на Китай. Смертельный катаклизм. 400 человек скончались от аномальной жары в Нидерландах. И громкое дело. Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение. Далее, коротко, самые громкие и заметные мировые новости. Супер-тайфун Ли Кима обрушился на Китай. Не менее 13 человек погибли. Еще 16 пропали без вести. При этом в районах бедствия остаются более 3 миллионов человек. Стихия уже разрушила более 200 зданий. Повреждены свыше 3000 построек. На востоке Китая эвакуировали более миллиона жителей. Скорость ветра в момент достижения тайфуном восточного побережья страны составляла порядка 50 метров в секунду. В стране объявлен наивысший красный уровень тревоги. Сильнейший циклон парализовал транспортное сообщение в провинции. Удар стихии почувствовал на себе и Шанхай. Из прибрежных районов эвакуированы более 250 тысяч человек. Отменены многие внутренние и международные рейсы. Временно приостановлено движение скоростных поездов. В Египте ликвидировали 17 террористов, причастных к мощному взрыву в центре столицы в начале недели. По данным МВД страны, все боевики из группировки ХАСМ. Полиция провела спецоперацию в городе Эль-Файум. Напомним, теракт произошел в понедельник. Возле онкологического центра столкнулись несколько автомобилей. Один из них, как заявили позже, был заминирован. 20 человек погибли, 47 были ранены. Экстремально жаркое лето привело к увеличению смертности в Нидерландах. Природные аномалии негативно отразились на здоровье горожан. 400 человек скончались за неделю, сообщает The Daily Mail. Высокие летние температуры установились во многих странах Европы. В Нидерландах столбики термометра поднимались до плюс 40 и выше. Эксперты предупреждают, что подобные климатические катаклизмы в будущем могут стать обычным явлением. Экс-президенту Киргизии Аль-Мазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Об этом сообщил адвокат политика, уточнив, что его подзащитный помещен в СИЗО до 26 августа. В ночь на пятницу на центральную площадь столицы вышли сотни демонстрантов с требованием отстранить от власти действующего главу государства Сааранбая Жейенбекова. Митинг был разогнан правоохранителями, как сообщают СМИ. В настоящий момент обстановка в Бишкеке спокойная. Ранее экс-президент сдался властям в результате спецоперации, которая длилась почти сутки. Во время осады резиденции Атамбаева в селе Койташ сторонники политика оказали сопротивление. В столкновениях погиб один боец спецназа. Около ста человек пострадали. В английском Бристоле проходит крупнейший в Европе международный фестиваль воздушных шаров. Каждый год сюда съезжаются команды воздухоплавателей со всего мира. Главная звезда мероприятия неизменно – местная фабрика Cameron Balance. Эта мастерская – одна из первых в Европе, возобновившая регулярную постройку воздушных шаров. Удивляет гостей фестиваля самыми невероятными болидами в виде персонажей, комиксов, мультфильмов и других фантастических фигур. Увидеть, как в небо над Бристолем взлетает более ста воздушных шаров. В самых невероятных расцветок и форм ежегодно съезжаются около полумиллиона человек. Фестиваль бесплатный проводится с 1979 года. На пороге новый учебный год. Пока школьники запасаются обновками, тетрадями, учреждения образования вплотную подошли к сдаче своего экзамена на готовность. На этой неделе комиссии проверяли пищеблоки и учебные классы, соблюдение правил пожарной безопасности и санитарных норм. И еще десятки других аспектов. Подробности у Марии Бересневич. Для детей лето – время отдыха. А для администрации и педагогов образовательных учреждений пора напряженной работы по подготовке к новому учебному году. Она начинается задолго до того, как ребята сядут за парты. В 2019-м за счет бюджета в восьми школах города заменили окна, в шестет ремонтировали кровлю, в трех поставили новые дверные блоки. А еще привели в порядок спортзалы, стадионы и игровые площадки. Тем более, что глава государства уделяет этому большое внимание. Мы работаем на то, чтобы подготовить учреждение и выполнить все тот необходимый объем работы, чтобы школа открылась вовремя, своевременно, чтобы дети пришли в новую, свежую школу. Каждый год городская комиссия проводит приемку школ, гимназий и детских садов. Специалисты заходят в каждую дверь и проверяют все строго по предписаниям. Акцент спасателей, например, на безопасности. Огнеборцы проверяют состояние средств пожаротушения, планы и пути эвакуации и помещения с массовым скоплением людей. Подпоры какие-то должны быть, да? Не надо. То есть здесь должны быть у вас кипятчики стоят? Ну что, поставим, что больше поставим. Электрооборудование, теплопункты, система сигнализации и видеонаблюдения. Все это тоже должно быть в порядке. Особое внимание комиссия уделяет соблюдению санитарных норм. Еще в конце прошлого года специалисты Центра гигиены провели мониторинг учреждений и направили рекомендации для устранения нарушений. Теперь настало время проверки. В фокусе кухонное оборудование, холодильные камеры и посуда в пищеблоках и буфетах. И это далеко не весь список. Конечно же мы обращаем на санитарное состояние как и учебных кабинетов, так и пищеблока. Это немаловажный вопрос для организации качественного и безопасного питания. Также на спортивное оборудование, на благоустройство территории. В девятой школе Бавруйска к проверке стали готовиться еще в прошлом учебном году. А того здесь и без замечаний. Последнее приготовление сейчас вдвойне приятное, ведь уже 1 сентября школа отметит 75-летний юбилей. Хозяйский подход в заведении во всем. В этом году в трех кабинетах образовательного учреждения сделали ремонт как дома. Частично обновили мебель и даже купили телевизоры. Составляется план проведения ремонтных работ, составляется план перспективной подготовки школы к новому учебному году. Проводится заседание с пописчительским советом, потому что они заинтересованы лица в том, чтобы подготовить школу к учебному году качественно, красиво, чтобы школа была уютным, красивым домом. Как показала инспекция, практически все проверенные учреждения готовы к учебному году и уже могут получать паспорта готовности. Крайний срок его подписания, к слову, 15 августа. Перед Днем знаний педагоги получат рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма. А уже в первый день осени для тысяч мальчишек и девчонок прозвенит школьный звонок. Мария Бересневич, Елена Кутузова, Максим Галеонко. Итоги недели. Магия на живописном берегу Березины. Три недели на базе отдыха Вербки проходил самый яркий культурный планер страны – Арджижель. В этом году он собрал керамистов из восьми стран. Всего же с момента открытия форума искусства Бобруйск посетили представители 25 государств. В этом году 21 мастер исполнял свою фантазию в глине на тему искусства живого огня. Апогеем культурного форума по традиции стал обжиг главной фигуры. Ключевое мероприятие запланировали на поздний вечер. До последнего организаторы не раскрывают завесу тайны. Что же станет центральной фигурой 16-го пленера? Расспросы не дают результатов, поэтому гости толпятся у печей. Ведь именно там и происходит чудо. Керамист из Екатеринбурга Екатерина Муратова в этот вечер подогревает интерес обывателей. Она контролирует градус в печи для соляного обжига. Это новшество 2019 года. Моя задача следить за тем, чтобы температура росла. Она должна дойти до оптимальной, до 1100 градусов. Когда глазурь уже расплавится, потом она в дальнейшем заблестит, приобретет тот вид, который так интересен вообще обывателям и любителям керамики. Дровяной обжиг дымления традиционные методы профессионалы тоже применяют. Но пока свои работы не спешат демонстрировать зрителю. Самый юный участник пленера, студент Академии искусств Алексей Залеский, признается, за три недели он экстерном прошел почти весь многолетний курс обучения и смог воплотить в жизнь свои фантазии. За год набирается, по крайней мере в академической практике, много каких-то идей, которые не совсем подходят под формат, но их нет времени сделать. И вот этот пленер – это хороший повод как-то накопленные идеи, эскизы реализовать в очень удобных условиях. Идейный вдохновитель и бессменный руководитель культурного форума Валерий Калтегин констатирует, условия в этом году были самыми сложными. Дождь и холод оставили свой отпечаток на шедеврах. Всего пять дней погода давала возможность творить в полную силу. Но даже такой экстрим не помешал рождению уникальных фигур. Всего в этом году керамисты смогли создать 100 работ. У каждого, ну как бы, своя кухня. Каждый работает уже в каком-то своем ключе, в своих принятых нормах и так далее и тому подобное. У одного это растянута по времени, один работает быстро, другой очень медленно. Ну, это обычное явление. И единственное, что нас всегда объединяет, это то, что, значит, обжиги, подготовка к обжигам. Обжиг центральной фигуры объединил и гостей. Яркое шоу и игра языков в пламени на несколько минут приковало взгляды зрителей. Они с восторгом приняли очередной шедевр – буржуйку из глины. Завершился трехнедельный культурный марафон по созданию скульптуры из глины масштабной выставкой. Она прошла в Бобруйской галерее. Здесь собрались все участники пленера, а это 20 керамистов из Беларуси, Литвы, России, Молдовы, Болгарии, Турции, Египта и Бразилии. Причем как молодые деятели искусства, так и опытные мастера. Всегда существует определенная группа опытных, тех, кто уже был когда-то. Они понимают саму структуру, свою специфику, они быстро вписываются и хорошо работают. Новички обычно боятся, новички очень осторожны. Это закономерно, конечно. Но в этом году, кстати, очень много было новичков. Поэтому, особенно зарубежные, с незнанием русского языка, с ними было тяжело общаться. Тема этого дождливого лета – искусство как мир самовыражения. В экспозиции керамисты продемонстрировали широкий диапазон пластических свойств глины. Рельеф, фактуру, цвета, графику в сочетании с разными видами обжигов. Этот пленер надолго будет в памяти. Каждый пленер – это общение. И каждый раз, даже если ты что-то знаешь или чего-то не знаешь, все равно чему-то учишься. И, конечно, безусловно, новому тоже узнаешь. У каждого свои техники, технологии. Те, кто приехал в Бобруск впервые, оценили уникальность и масштаб международного форума. Каждый участник на память об Арджижель получил сертификат, слова благодарности и приглашение на следующий пленер. Всем участникам хочу сказать огромное слово благодарности за ваше творчество, за ваши идеи, вдохновения, которые вы вносите в свое искусство. Я уверен, что именно это начало вашего творчества. Я уверен, что мы еще услышим и увидим то, что вы это воплощаете в жизнь. Познакомиться с работами интернациональной команды керамистов можно уже сегодня. Выставка «Искусство живого огня» будет работать до конца сентября. Затем работы мастеров будут экспонироваться в Национальном центре современных искусств в Минске и в Могилевском областном художественном музее имени Масленникова. Ангелина Дикун, Елена Кутузова, Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск «Итогов недели». Включайте кнопку нашего телеканала по будням в 20.30 и следите за новостями в YouTube и соцсетях. С вами была Елена Кутузова. Я прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Продолжение следует...